Приветствую, это сессия вопросов и ответов номер 5. Итак, что мы разберем в этой сессии? Первый вопрос это как строить сложные вопросы и словосочетания. Давайте разложим вообще в принципе вопросы на простые вопросы и сложные вопросы. Простые вопросы это как, где, почему, куда, зачем и так далее. С ними все понятно. Когда есть предложения такие вопросы, да, то после них идет глагол. Как мне пройти там на вокзал? Wie komme ich zum Bahnhof? Да, например. То есть сразу на втором месте идет глагол. Есть у нас сложный вопрос, например, по какой цене, за какие услуги, какой транспорт, сколько квадратных метров. Здесь уже возникают проблемы, сложности. И давайте разберем, какие именно здесь возникают сложности. Итак, со сложными вопросами у нас часто разбивают, вот, например, по какой цене. Говорят по какой, потом идет глагол и цену ставят там на третье место. Вот такие сложные вопросы, их нельзя разбивать, потому что они являются, вот, по какой цене, за какие услуги, единым смысловым целым. Давайте вот вспомним, по какой цене, да, вот там продается что-нибудь. Вообще, в принципе, выражение по цене, это устоявшееся выражение zum Preis. Zum Preis. Вот, по цене. Нам нужно здесь вставить, вот здесь вот между zum и price, вопросительное слово, какой, да, цена у нас мужского рода в немецком языке. И, смотрите, zum, это у нас zu plus dem, да, по сути, вот так. Просто сокращенный вариант zum, да, то есть это предлог, это артикль, да. Если у нас вопросительное слово появляется, то артикль у нас пропадает. Вопросительное слово берет, вопросительное слово какой, да, берет на себя окончание вот этого вот артикля. Давайте еще раз внимательно посмотрим. zu требует после себя датив, падеж. Артикль из слова price, это мужского рода, ну, значит, будет der первоначально, да, der price. Если zu требует датив, то der price мы должны поставить датив. Оно изменяется на dem. Если у нас есть слово какой, dem убираем, но запоминаем окончание em. Ну, так, давайте em оставим. Давайте вспомним, как будет какой. Вот, в словаре вы можете найти вариант welcher. Welcher. Оно, по сути, изменяется. Такие же окончания имеют, как определенный артикль der. Нам нужно поставить в датив, да, как он вот здесь вот был. Оно изменяется на dem. По сути, welcher. Представьте, что welcher это то самое, что der. То есть, здесь мы меняем две последние буквы. Здесь будет не welcher, значит, а что? welcher. Ну, такое вот достаточно простое объяснение, да, на уровне, там, какого-нибудь филолога, обычного человека. В каком направлении нужно думать, да, чтобы построить правильно вот это вот словосочетание. zu welcher price. По какой цене. Хорошо. Дальше. За какие услуги? Здесь нужно вспомнить, если, здесь нужно учитывать, какой глагол идет далее. То есть, за какие услуги там нужно платить, например, да, платить. Давайте представим, что дальше идет глагол платить. Платить сам глагол управляет глаголом für, то есть, предлогом für, то есть, платить за, вот это за, будет für, именно с глаголом zahlen, да, платить. Поэтому мы должны учитывать это управление этого конкретного глагола. И на самом начале, как мы строим предложение, мы ставим этот предлог für. Für сам по себе требует аккузатив. Теперь давайте отдельно, какие услуги? Welche Dienstleistungen? Welche Dienstleistungen? Давайте представим, что это просто услуги. Die Dienstleistungen. Как я сказал, für требует аккузатив. Как будет die, артикль существительного множественного числа в аккузативе? Точно так же, он остается таким же, die. Если учитывать то, что Welche по окончаниям такой же, как определенный артикль, то, по сути, вот это e, оно таки остается. Für Welche Dienstleistungen. Für Welche Dienstleistungen. Тоже не разрываем. Хорошо, далее. Когда у нас здесь предлога нету. Вот первых два варианта. У нас было предлоги по, за. А здесь далее, какой транспорт? Транспорт, в принципе, df-care. Есть слово транспорт, да, но тем не менее, оно применяется в основном в составных существительных. Там, какое-нибудь транспортное бюро, транспортное, там, какие-то специализированные машины транспортные, да. То есть, вот в том смысле, которое у нас было в уроке, как транспорт, в смысле передвижения, на каком транспорте я могу доехать, да, там, например, это будет именно f-care, а еще лучше, df-care, mittel, как транспортное средство. Вы также должны учитывать, что далеко не всегда нужно переводить дословно транспорт, вот в русском языке это единственное число, и вы должны обязательно перевести на немецкий в единственном числе. Нет. Очень часто на немецком переводится во множественном числе. Можно как-то добавить, например, вот здесь я считаю, что самый правильный вариант будет именно сказать транспортное средство. welche verkehrs mittel, да, например, какие транспортные средства там вы, какой транспорт вы используете, например, когда едете на работу. Нам нужно сказать welche verkehrs mittel benutzen sie и так далее, да. Вот именно таким образом. Хорошо, и здесь идет согласование. Транспортные средства это множественное число, да, die verkehrs mittel. d, если у нас артикль d, и вопросительное слово есть, то вопросительное слово заменяет этот артикль, и оставляется, окончание e остается от этого артикля. Окей, дальше. Сколько квадратных метров? Квадратный метр это единицы, соответственно, мы можем применить wie viel, да, wie viel. Смотрите, если после сколько идет существительное во множественном числе, то мы добавляем e, wie viele. И здесь квадрат метр. Wie viele квадрат метр, например, составляет квартира. betracht die Wohnung, wie viele квадрат метр, betracht die Wohnung, да, hat die Wohnung, да, имеет квартиры и так далее. Цены на мясные продукты. По сути, это как бы немножко, ну, это продолжение той же темы, но чуть более модифицировано. Цены на мясные продукты. Здесь тоже была ошибка, разъединяли, да, цены, ставили глагол, потом на мясные продукты. Мы не можем это разъединить. Мы должны это сказать единым блоком. Пишут, die Preise sind für Milchprodukte hoch. Что это получается? Цены есть на молочные продукты высоки. Здесь абсолютно не нужно разрывать вот эту вот единую смысловую конструкцию. Далее смотрим пример. Это все примеры из урока. Расходы в размере 200 евро. Тоже не разрываем. Расходы. Die Kosten. Oder die Ausgarten. Die Kosten, да. В размере. Можно von. Сразу von 200 Euro. Oder in Höhe von. Но опять-таки, если вы напишите после Kosten глагол, то будет достаточно странно. Расходы есть в размере 200 евро. Зачем там глагол? После расхода. Опять-таки, это один смысловой блок. Далее, что у нас еще было? Скидки до 70%. Тоже ставили здесь после скидки. Или скидка. Не важно. Глагол. Получилось, что скидка есть до 70%. Вообще не звучит. Скидка. Der abat ist bis zu 70% и так далее. Конечно же, не нужно здесь разрывать. Bis zu 70%. Да? Окей. Далее. Расходы в размере. Ну, по сути, это то же самое, да. Что вот здесь. The cost of the deal is gaben von 600$. Окей. Хорошо. Поехали. Вариант вопроса сколько? Достаточно много было ошибок, да. Вот именно с этим моментом. Значит, смотрите. Два варианта. Если речь идет об единицах чего-либо, в том числе и о людях, да, мы принимаем, мы применяем выражение в вифель. Давайте, например, сколько людей живут, даже, наверное, живет, да, в русском языке. Живет. Сколько людей живет в доме. Вифель. Только я вам, помните, говорил, что если после сколько идет существительное во множественном числе, то к вифель прибавляется еще «э». Вифеле. Меньшен. Ода, люйте. Вонен. Им хаус. Да? Есть. Здесь единицы. Это люди. Далее. Сколько мест в машине? Тоже единицы. Места здесь, это единицы, да. Тоже вифель. Ви. Так. Вифеле плетце. Вифеле плетце. Например, в машине имеется в виду «Есть машина». Гипт эс хорошо подходит. Гипт эс им ауту. Вифеле плетце гипт эс им ауту. Ну да, а зинт им ауту. Понятно? Далее. Сколько стоит бутылка минеральной воды? Это, ну, по сути, тоже единицы. Имеется в виду, что деньги. Но здесь не столь очевидно, как в предыдущих двух предложениях. Да? Если здесь люди, понятно, их можно посчитать. Здесь места, да, в машине. А здесь сколько? Ну, подразумевается, да. Что деньги. Но, как по мне, не столь очевидно. Здесь тоже вифель подходит. Вифель. А здесь остается без «э». Вифель. Костет. Костет. Я не буду уже писать. Ай, не флаша минеральвасса. Окей, хорошо. Это речь о единицах была. Теперь у нас речь... Теперь у нас речь о, например, продолжительности, а не о единицах. А в продолжительности. Сколько действует скидка? Очень много написали людей «вифель». Да, «вифель гильд диагабат». Вот здесь же не о единицах, да. Если речь идет о продолжительности времени, да, то это «виланге». Только так. «Виланге». Вот, то есть, учитывать этот момент «виланге». Также может быть вариант, как уровень цен, да. То есть, речь, опять-таки, не о единицах идет, а о том, о каком уровне цен идет. Сколько составляет арендная плата? Сколько составляет? То есть, какой уровень? Как высока она, да? «Вихох». «Вихох» из «димиттер» или «вонгсмиттер», да. «Как высока». То есть, когда речь идет о цене, очень часто говорится «вихох». Есть и то, что продается или покупается, да, там, например. Окей, я надеюсь, это понятно. Всегда учитывайте вопрос. Подложительность есть, значит, «виланге». «Уровень цены как высока». Если в единицах что-то можно легко посчитать, то это «вифель». Хорошо, идем дальше. Так, согласование слова «проценты» с глаголом. Очень распространена была ошибка. И почему ее делали? Часть предложений я взял. По 10% дохода приходится на, там, что-то, образование, там, или что-нибудь, какие-то были у нас статьи, да, расходов, доходов. В чем была причина, да, писали по «е», «цент», «поцент», «десайн комманс», «фельд», «ауф» и так далее. Почему так писали? Потому что ориентировались на русский вариант, что «приходится» и, да, вот здесь стоит, значит, это единственное число. «Не приходятся». Здесь, как бы, я так понимаю, что вас вводило в заблуждение окончание глагола. Ну, не то, что окончание, вот это вот, как применяется такого рода предложение в русском языке, да, вот это вводило вас в заблуждение. По сути, 10% — это множественное число, правда? Но, тем не менее, в русском языке не говорится по 10% дохода «приходятся», да, говорится «приходится». И вот, учитывая то, что вот этот вот глагол как будто бы направлен на что-то в единственном числе «приходится», «он» или «оно», вы ставили глагол в немецком языке «в единственном числе», «фельд», да? Давайте напишем «е», 7%, «фельд», да? Очень многие написали «фельд», но, тем не менее, это 10%-то подлежащее, именно с ним нужно согласовывать. Будет «фален», правильный вариант, да? «Ауф» и так далее, на что именно. Та же самая ситуация вот в этом предложении. От 2 до 3% дохода приходится на… Опять-таки, глагол в русском языке стоит в единственном числе «приходится», не «приходятся», и это вводило в заблуждение. Но подлежащее это здесь. 2 до… от 2 до 3% – это они, проценты, их много, да? Значит, опять-таки будет «фален». «Фон 2 до 3%»… то есть «фон 2 до 3%»… «фален», да? Я не буду все предложение писать. Просто с акцентировано это внимание. Именно «фален». Понятно, да? То есть, учитывайте разное применение глаголов в русском и немецком языке. Если в русском языке глагол стоит в единственном числе, это не значит, что в немецком будет то же самое. Хорошо. Идем дальше. Окей, был вопрос, когда и почему с одним и тем же глаголом, например, с глаголом «фарен», «фарен» при образовании в прошедшее время «перфект» употребляется вспомогательный глагол «зайн», и когда применяется глагол «хабен». Значит, здесь логика следующая. «Фарен» – ехать, да? Все вы знаете, что если вы передвигаетесь на каком-то транспортном средстве, то это будет… применяется предлог «meet», да? «Ich fahre mit dem Auto». Если вы так напишите, в данном случае вы не акцентируете внимание, для вас не важно, или вы не хотите показать. То есть, для вас важно, что вы передвигаетесь на машине, а кто управляет этой машиной, вам не важно. Но если вы хотите показать, что именно вы ведете машину, то вы пишите «ifar das Auto». «Я веду машину» – «ifar das Auto». Машина здесь стоит в «аккузативе». То, что мы ведем, ставится в «аккузативе». Если вы пилот, например, самолет, то это будет «ich fliege». Ну, например, давайте первое, ну, то же самое, как с «auto». «Ich fliege mit dem Flugzeug». «Я лечу на самолете», ну, как пассажир, да? В 99% случаев вы летаете, как пассажир. Если вы умеете водить самолет, то говорите «ich fliege das Flugzeug». Понятно, да? Ну, по сути, то же самое и по поводу вопроса «зайн» или «хабр». Если вы хотите подчеркнуть, что вы управляете каким-то транспортным средством, давайте первое предложение зачеркнем. Вот, вы управляете «я ввел», например, вы хотите сказать «я ввел машину», то есть «faren» — это не только ехать, но еще и водить. Да, если хотите сказать, что «я вчера ввел машину», да, например. Если хотите подчеркнуть, что именно «вводили», не «ехали», а «водили», то вспомогательный глагол будет «haben». «Ich habe das Auto gefahren», и в конце «gefahren», третья форма «fahren», да, «fahren» — «vur gefahren». «Ich habe das Auto gefahren», это будет означать, что «я ввел машину». То же самое с самолетом, «я управлял самолетом». «Ich habe das Flugzeug geflogen», но тем не менее, если вы хотите сказать, что вы ездили на машине, не управляли, а ездили, это будет вспомогательный глагол «sein». «Ich bin mit dem Auto gefahren», «Ich bin mit» уже будет, да, «mit dem Auto gefahren». «Ich bin mit dem Flugzeug geflogen», «я летал или летел на самолете». Я думаю, что здесь все предельно ясно. «Управляете транспортным средством» в прошедшее время вспомогательный глагол «haben». Если вы просто говорите, что вы передвигались на этом транспортном средстве, то глагол вспомогательный «sein». И еще прибавляете предлог «mit». «Mit dem Flugzeug», «mit dem Auto» и так далее. Понятно, да? Идем дальше. Следующий вопрос, как правильно будет на прошлой неделе, следующей неделе, прошлый раз, следующий раз и так далее. Когда нужно ставить предлог «in», «в», да, вот это «в прошлый», «в следующий», «когда не нужно ставить». Окей, на прошлой неделе. Значит, смотрите, что я могу сказать, что чаще применяется без предлога «in». Чаще применяется без предлога «in». Просто ставится неделя, год, месяц в акузативе. Неделя у нас «divoké», да? «Divoké», как правило, без артикля. Просто. «Forge voche». «Forge voche». «Forge voche». «Forge» — это прошлое, «let's» — это последнее, да? Ну, часто это достаточно близкие значения. «Forge voche». На прошлой неделе. Если честно, я не встречал, чтобы говорили «in foriger voche». Для меня это не звучит, и я не слышал. Может быть, так и говорят, но по моему опыту я не встречал такое. Далее. На прошлое следующий «nexte», да? Например, «nexte». «Nexte». На следующей неделе «nexte voche». «Bes in». «Ras», да? «В прошлый раз». «Ras» у нас будет «dasmal». Не забывайте, не «di», а именно «dasmal». Это и определяет окончание прилагательного. Опять-таки, еще раз повторюсь, как правило, в таких вот словосочетаниях артикль не ставится. А именно окончание этого артикля переходит на прилагательное. То есть, если «dasmal» в средний род, то в прошлый раз будет «foriges». «Forgies mal», «nextes mal» в следующий раз. «Nextes», «foriges», «letstes». «Им» тоже я не встречал. Возможно, применяется. Не слышал, не видел. «Im forigem mal». Ну, для меня это странно звучит. Окей, хорошо. Это еще не все. Значит, с годом давайте. Здесь уже есть вариации. В прошлом... В прошлом году. В прошлом году. Ну, давайте год, да? Как у нас будет год? Год в немецком языке — это средний род. «Досья». «Досья». И вот с годом, по моей практике, да, я встречал, больше слышал именно без предлога. То есть «foriges year», «foriges year», «nextes year». То есть мы любое прилагательное здесь прибавляем. Да, нужно, чтобы окончание «es» было. «foriges», «nextes», «letstes» и так далее. Что касается года, то достаточно часто применяется с предлогом «in» тоже. И тот и другой вариант правильный. То есть мы можем написать вот здесь вот. «In dem forigen year». Это вот такой вот развернутый вариант, но обычно применяется сокращенно. «In dem forigen year». Этот вариант более длинный. И я, честно говоря, у меня подозрение, что применяют вот этот более короткий вариант. Из-за того, что он просто более короткий, его чаще применяют. Окей, «in forigen year» тоже применяется. «In dem forigen year» и так далее. И тот и тот вариант достаточно распространенный. Что еще? Месяц. С месяцем такая же история, как с годом. Ну, давайте, чтобы не просто прошлое, а в следующем месяце. Да? В следующем месяце. А месяц у нас «diamonet». «Diamonet». Мужской род. Окей. Значит, как я сказал, может быть сокращенный вариант, может быть такой вот развернутый, как вот с годом. Значит, сокращенный вариант будет. Следующий у нас «next». Так как мы должны поставить в акузативе, да, то у нас получается, что... Значит, давайте сначала с артиклем напишем «diam next in monot». Обычно применяется без артикля, получается «next in monot». Точно так же применяется достаточно распространенно, как с годом, с предлогом «im next in monot», «im for again monot» и так далее. Я вам рекомендую запомнить вот эти вот два варианта. «Год месяц» можно применять и так, и так. С «in» и «bis». Я обычно применяю «bis». «Foreges ja», «next in monot», «lext in monot» и так далее. Вот эти вот вещи, сокращенный вариант. «Forege woche» и «mal» тоже самое. «Foreges», «lextes mal», «mal woche», «bis in». Вот что я могу сказать по поводу такого рода словосочетаний. Окей, надеюсь, это понятно. Идем дальше. Следующий вопрос у нас был. Как образуются слова? Немецкий язык, немец, немцы, немка. Окей, хороший вопрос. Эти слова... Давайте с немецким языком сначала. Немецкий язык. Итак, немецкий язык у нас, по сути, любой другой язык, можно написать двумя способами. Как одно существительное, например, «deutsch». Также можно написать «deutsch schpaarhe». «Deutsch schpaarhe». Первый вариант – единое существительное, да, одно, которое подразумевается, что оно среднего рода. «Das Deutsch», «Das Spanisch», «Das Englisch». Но оно обычно не пишется с артиклем, вот эти вот языки. Также можем сказать «deutsch schpaarhe», «Englische schpaarhe», «Spanische schpaarhe», «Hinesische schpaarhe», ну и так далее, да. Чаще применяется вот такой вариант, но этот вариант вы тоже должны знать. Дело в том, что если вы применяете вот этот второй вариант, то в разных падежах, например, если нужно, ну, грубо говоря, там в дативе применить, то уже будет, я бы поставил артикль, там «deutsch schpaarhe», да, то есть здесь нужно думать над артиклем, какой будет артикль и какое окончание. Проще применить просто «deutsch», да. Далее. «Nemец», «Nemец». Здесь можно два варианта написать. «Deutscher» Это будет как прилагательное «немец». То есть вот этим вот окончанием показывается род. «Deutscher», «er» Это прилагательное окончание мужского рода «немец», «мужчина». Если это немка, да, «немка», то это будет просто «deutsche». «Deutsche», окончание «e». «E» – женский род, «er» – мужской род. Второй вариант, как-то можно сделать. Давайте рядом напишу. С артиклем «deutsche», и это мужской род. То есть здесь показывает род, уже не окончание показывает род, а артикль «deutsche». И здесь женский род, немка будет. «deutsche», «deutsche». Здесь тоже показывает артикль род этого существительного. Если множество числа «немцы», ну, по сути, логика такая же здесь, как с предыдущими двумя немцы. Первый вариант «deutsche», как и немка. Как отличить, вы спросите? То есть, что получается здесь, если единственное число, да, например, немка посещает там музей, да, ну, например, «deutsche besucht die Museen». Единственное число у глагола окончания «t». Если мы говорим, что немцы посещают музеи, то «deutsche besuchen die Museen». То есть у глагола будет окончание «en». Именно по окончанию глагола мы поймем, что, то есть о ком идет речь, о немке, да, или немцах. Вот таким образом. То есть, по сути, вот эти вот слова, они ведут себя как прилагательное, то есть у них окончание как у прилагательных. И второй вариант, как мы можем, собственно, написать слово «немцы» с определенным артиклем «die», да, и будет уже «deutschen». «die deutschen». Вот, если есть артикль, то именно артикль показывает род, да, и число. Вот, если артикль нету, то окончание этих слов показывает род и число. Вот таким образом. Окей, хорошо. Это все, что я хотел сегодня разобрать. Это была последняя, пятая сессия «Вопросы в ответах». Всем спасибо и увидимся.